В Чувашии завершился прием заявок на конкурс «Самый благоустроенный дом». С жителями дома, который претендует на победу, встретилась наша съемочная группа. Гномы, смешарики и другие сказочные и мультперсонажи живут во дворе 10-го дома по улице Герцена. Мимо не пройти. Разноцветные фигуры и оригинальные клумбы приковывают внимание. В полисадниках озенничают жители, подрезают цветы, ставят новые скульптуры. Тот случай, когда соседи все друг друга знают и облагораживают дом вместе. Люди дружные. Не считаясь временем, свободное время, выходят, работают, сидят вот скамейки. Мы эти скамейки сами сидят недавно покрасили. Это Герцена 10, да. Это последний горсоветский дом. Вот старший подъезд выходит. Старший. Ему 7-6. Старшим подъездом. У каждого подъезда есть старший, у дома председатель. И это не номинально, как часто бывает. Порядок здесь внутри и снаружи. В 2016-м жители этого дома впервые подали заявку на конкурс благоустройства в номинации «Лучший квартирный дом». И выиграли. Вначале по району, затем стали лучшими в республике. Успех повторили и на следующий год. В качестве приза сертификаты на дополнительное благоустройство двора и дома. Самолет поставили, да, за 16-й, 17-й год. И вот каруселька. Это каруселька. Это поставили только за 16-й год. В 17-м году мы сделали освещение в подъездах, то есть экономическое, то есть датчики движения. И тоже над входами всеми поставили освещение на нашем доме. Вот это вот мы сделали. Еще один сертификат на детскую площадку ждет своего исполнения. А жители ждут итогов республиканского конкурса. Прием заявок завершили 10 августа. Название «Лучшего дома» – десятки претендентов. При этом местные активисты планируют, как еще можно улучшить двор. Например, убрать здание старой котельной. С этой инициативой они вышли в городскую администрацию. Ну, очень, конечно, душа болит вот за это здание, потому что со школы убегают, там сзади здание курят, загрязняют эту территорию. Ну, мы, конечно, мимо не проходим. Всегда делаем замечания, заставляем их слезть, чтобы боимся всего этого. Это же дети наши. Вот. Обращаем на это большое внимание, конечно. Хочется, чтобы побыстрее убрать. А на месте котельной раскинуть еще один симпатичный цветник или установить детскую площадку. Планов и идей у активных жителей Козловки предостаточно. Ирина Волкова, Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.